Собирались с ребятами, со знакомыми, в частности, с Аркадием Кузнецовым на гитарах бренчали и пытались что-то более-менее стройное создать. Именно когда начали собираться, еще не было, как группа это не существовало, просто в домашней или в какой-то не совсем официальной, не концертной обстановке. Практически все участвовали на тот момент, имеющие отношение к этому объединению, как инструкция. Тогда уже инструкция по выживанию зазвучала. Не зазвучала не резонанс, а уже называлась эта инструкция по выживанию. Ну и как раз это было первое, не первое, а боевое крещение, грубо говоря. Но тогда уже точно, прочно, окончательно сложилось, установилось это, закрепилось имя за группой. Помню, да, там же был сценарий, в общем-то, все должно было быть по сценарию, это вообще задумывалось как театральная постановка. Вот, театральная постановка, да, ну, сопровождаемая, в качестве сопровождения должны были выступить как раз вот группа, инструкция по выживанию. А идея, я не помню, была что ли, как Харуль, значит, как же там было очень как-то заморочено. Ну, вкратце, то есть хорошее, доброе, светлое начинание, прогрессивное, или там какое-то такое, вот, превращается, узурпируется. И, блин, на путь шоу-бизнеса, мир Чистогана, попадает в мир Чистогана и, в общем-то, превращается в нечто плохое. Вот. Сценарий был утвержден, он причем, там же Студклуб существует, на то время существовал, может, он сейчас существует, Студклуб. Все это под эгидой Тюменского государственного университета проводилось, вот, директора какие-то, директор или там председатель профкома, в общем, какая-то литовка, инстанции какие-то добро давали, я уж точно не помню. Вот, ну, и, соответственно, под это решили, было решено провести это мероприятие. Ну, соответственно, все пошло не по плану, с первых же моментов, я уж не помню, по какой причине, то ли забыли, то ли потеряли, то ли что-то. Ну, в общем, все пошло, пустилось на самотек. Ну, может быть, еще и потому, что приняли определенное, немножко выпили, вот, стало весело. Ну, и все пошло, как просто получилось, культурно-художественная или литературно-художественная композиция превратилась просто музыка в концерт, просто. В котором песни шли без перерыва, как пошло, да и пошло. Причем даже потом стали играть песни, которые не входили в сценарий, не должны были звучать в этом спектакле. А участниками были вот в основном вся та тусовка, которая на тот момент была в рок-клубе. Единственное, что я ушел в армию, ну, не я один ушел в армию после этого, но, мне кажется, все-таки больше надумано было в моем уху. С санкциями это не связано было, вот. Не в такой большой степени, как хотелось бы и как это было потом представлено. Как раз я вернулся из армии, здесь организовали в это время фестиваль леворадикальной, альтернативной леворадикальной музыки. В народе называемый панк-фестиваль. Съехались, ну, много групп, немного, но на тот момент много, мне казалось. Со всей страны из Казани были группы, из Новосибирска. А я, кстати, не помню, из Москвы, из Питера были. А из Москвы был Коля рок-н-ролл. Он тогда был то ли в Москве, или в Симферополе. Ну, в общем, какая-то широкая география присутствовала. Вот. И оборона должна была выступать, естественно. И не приехал к ним гитарист Дмитрий Селиванов. И вот я вместо него, Егор, предложил сыграть мне. И так, случайно, в общем-то, оказался вот в составе группы. И поучаствовал в фестивале. Планировалось мое участие в группе «Инструкция по выживанию», но по какой-то причине там не случилось моего. Не помню уж какой точно. В общем, я там не сыграл, а сыграл в гражданской обороне. Вот, собственно, о чем мы не жалеем. А с Егором вы на тот момент уже были знакомы? На момент выступления, да, потому что мы познакомились чуть раньше. Они с Янкой приехали записываться, приехали сюда на записи. Не помню, кто их позвал. То ли Роман Неумоев, то ли... Ну, скорее всего, Роман Неумоев. Вот. Была студия группы «Вариант». Там была репетиционная точка. И репетиционная точка с возможностью записи сейчас это называется. А там просто была точка, да, ну, магнитофоны стояли, пульт, простейшее оборудование. Вот на этой точке и был записан первый электрический альбом, по-моему. Да, первый, наверное, если не считать «Великие октябри», он считается как полуакустический. Вот, Янки. Ой, Господи, не положено. В «Великие октябри» как раз будет записано. Это не положено, это дома у Егора записывались в Омске. Но он как полуакустика что-то считался. Вот. А первый электрический был как раз записан вот именно здесь, в Тюмени. И опять же, с подачи Романа Неумоева в качестве сессионного гитариста я был представлен. Поучаствовал в записи, ну, понравилось. Мне понравилось. Музыка та, которую пришлось записывать. И играть впоследствии. Вот, и как-то так, само собой, подружились, тем более, друг с другом, в хороших отношениях были. Интересно было, да. Ну, так и получилось, что я остался вот в составе. Эмоционально, эксцентрично. Ну, просто говоря, короче, как и впоследствии в большинстве своем, публика реагировала на концерт-группу. Истерично. То есть, восторг, истерический восторг. Вот. Тогда уже довольно популярная была группа, да. Записи-то уже расходились по Союзу. Известно было, да. В определенных кругах. Ну, не так, конечно, как сейчас, в данный момент. Но популярность имела, да. Специально приезжали на концерт даже. Тусовщики, хиппи. Автостопом ехали сюда, именно на Обороновский концерт. Вот все мы дружно вступили, всей группой. У меня до сих пор осталось удостоверение даже. Или как он членств, надо как-то его посмотреть. Этот билетик, что я член рук-клуба. До сих пор осталось, да. И в летом, в 89-м году, летом, да, опять же, наверное, по предложению Фирсова, обещал нам стулью какую-то, что ли, или помещение. Для записи. Вот, решили. Решено было там какое-то время побыть и попытаться записаться. Но были мы там довольно долго. Ну, практически все лето. И удалось записаться только на репетиционной точке группы Аукцион, опять же, любезно предоставленной нам Лёне Фёдоровым с его группой Аукцион. И точкой помещениям, и аппаратурой, и даже частично инструментом. Потому что даже... Я помню, я играл на Лёне на гитаре в паре песен, по-моему, что ли такое. У него была розовая гитара с надписью Лиза. Не помню, как называлась. Ну, да, вот такой момент врезался в память. Вот, и если наша запись ограничилась... Вот именно наше пребывание вылилось в эту запись. Называется, потом выходил альбом «Песни радости и счастья». А «Болванки» к четырем остальным альбомам 89-го года также были записаны. Ну, «Болванки» имею в виду барабаны там еще записали, к четырем этим альбомам «Война», «Армагедон Попс», «Русское поле экспериментов» и «Здорово и вечно». Которые потом уже на эти... Записывали... Те «Болванки» барабаны использовались в записи альбомов в Омске на «Групп Рекордс». Уже позднее, в 89-м. Ну, в общем, как таковой-то записи студийного альбома не получилось, потому что «Песни радости и счастья» она вроде как концертник шел. Да, действительно, он предпочитал записываться дома. Ну, и мы, в общем-то, на «Групп Рекордс». Ну, там как-то удобнее и спокойнее. Уже накатанная колея, установленные рельсы. Не очень был доволен пребыванием. Ну, не то, что был недоволен, что плохо. Он, наоборот, не то же, скажем так, не получилось ожидаемого эффекта. По-моему, в сентябре начали, начали, ну, я имею в виду, гитары и проще уже, окончили, закончили в октябре или в начале ноября, может быть. Ну, я имею в виду, закончили запись инструментов, основных инструментов, ритм-секция, небольшие наложения, а потом, сколько я уж не помню, там же доводится, там, сведения, партии соло-гитар, может, вокал накладывался, еще что-то там, не знаю. И причем было в это же время и четыре Янкиных альбома были записаны. Вот как-то все на одном дыхании. Причем, по-моему, чуть ли не с Янкиных начали. Да, в основном у него все, ну, как-то тесноты не чувствовалось. Все нормально жили, там человек по шесть, по пять в комнате, что ли. Вот. Ну, и некогда было там отвлекаться на некоторые, на всякие бытовые неудобства, или там, так и понятий каких не существовало. Ну, как-то все это вот в ту пору воспринималось на таком уровне, как само собой, все это естественно. В одной из бесед возник вопрос, что-то может как-то... Ну, или усталости, что-то как-то, не знаю, не подумать, передохнуть, да. Требовался какой-то период передышки, да. Когда был последний концерт в Сталине, в девяностом, да. Да, в девяностом. Я не помню, по-моему, в конце девяностого уже, да. Или что оно было на какое-то время, ну, тогда вроде казалось, что не навсегда, но там очень, да, ну, как-то не по себе были ощущения, конечно, не по себе было как-то. Ну, неприятно, конечно, чувствовал как-то себе, непонятно, что теперь. Были такие моменты неизвестности. Ну, все как-то прошло, постепенно все выровнялось. А потом, да, 91-й год начался, все эти трагические события и в жизни группы, и в жизни страны. И как-то все это отвлекло. Не то чтобы от грустных мыслей, но заставило как-то сконцентрироваться и вот, приступить к дальнейшим действиям. Ну, я имею в виду альбом «Сто лет одиночества». Он же в 90-е, да, осенью 91-го начали записывать. Ну, в основном, Егорск Кузьмой придумал. Но они тут, я не знаю, тут тандем такой уж был, что... Ну, бывали, конечно, инициативы с нашей стороны, там, и с моей, и с Аркадией, и с Янкин, ну, да, но в основном Егорску с Костей, с Константином. Записывали болванки и ритм-секцию, но Соляги очень редко, я практически ничего не писал. В одной или из двух песен я записал Солягу. В основном Соляги-то Кузьма, и Костя играл. Вот. И меня хватало и душевных, и физических, и материальных сил, сил и материальных средств только на запись вот основного этого материала. А потом, что они там уже придумывали, это потом уже конечный результат, уже слушали, и все. Я просто уезжал раньше, потому что, вот, тяжеловато потом уже, месяц-полтора уже, потом уже все, силы были на исходе, психофизически. И уезжал, вот он домой, или там куда еще. Вот, а они потом доделывали, ну, это и понятно, что, может, и не хотел, чтобы, в какой-то степени, можно специально тянулось время, чтобы им привычнее вдвоем было работать. Может, и так, с этого, я не исключаю такой момент. Мне ближе всего девяносто, пистолет одиночества мне больше всего нравится. Вот 89-й, они как-то, это просто блок, записано очень много песен, а потом разделены по какой-то, разделены на четыре альбома. Там какая-то, по-моему, я не помню уж, концепция какая-то, ну, было, наверное, что-то какие-то, но они не шибко друг от друга отличаются, в общем-то. Они и слушаются, как и один звук, и один фон, и одна манера, господи. Вот, а вот потом Прэкскок, да, был альбомчик, тоже хороший альбомчик. Прэкскок, вот, и «Сто лет одиночества». Мне больше всего нравится. Но это с моим участием, без моего участия, я не знаю, больше не то, что альбомы, но тоже несколько песен вот ранние нравятся. «Свет и стулья», концерт, именно запись концерта, когда поломали стулья в очень приличном месте, какой-то, а, ДК «Звездный», что ли, был, или «Гостиница Звездная». В общем, какой-то хороший концертный зал был, по тем временам дорого, ну, не по последнему, может, по последнему слову техники был оформлен. И дорогостоящая вся эта мебель там чуть ли не, в креслах были эти, наушники такое, что, вот. Вот, и всех поразило тогда, особенно, опять же, повторюсь, администрацию, что толпа, не толпа, а зрителей, так плохо поступили. Я не знаю, чем думали руководители, или, может, просто администрация не знала, что, какую музыку, в общем, играет группа. Ну, вот это комьюнити музыкантов, вот и была группа гражданской обороны и великий актив, ну, с Янкой. Вот это комьюнити. Как такового единения, нет, я, честно говоря, не чувствовал, потому что в Тюмени, как ни странно, обороны никогда популярной не было, по крайней мере, в те годы. Очень мало людей было, те, которые там слушали, как-то относились, ну, не любили группу, прямо скажем. Почему? Ох, Тюмень, вообще, очень интересный город, оригинальный, да, тут много, ну, отношение такое у людей было, я не знаю, даже и сейчас, в общем-то, периодически проследуется, что такие вот взгляды на жизнь, на какие-то веяния, на то, что приходит извне, но я не знаю, почему, может, это не только в Тюмени, кстати, может, и в других городах, ну, сам по себе же у нас же, может, это и хорошо, кстати, что мы сами с усами не лезьте к нам и прочее, прочее, видали мы таких.